Всем привет, друзья! Давно не виделись и опять давно не виделись. И так будет еще до конца марта продолжаться, потому что работаю я сейчас бесконечно, чуть ли не круглыми сутками, поэтому пока, к сожалению, как-то так. Но с 1 апреля мы, конечно же, начнем снимать видео для вас почаще. А сейчас вот я уже пришла с работы, сегодня у меня был короткий рабочий день, и родители попросили нас посмотреть им чемодан для поездки нашей на юг. И вот пока дети в садике, в школе, мы с Иванушкой пошли по магазинам. Погнали! У нас, как видите, прямо на улице весна-весна. Если что, это шутка. Погода вообще из крайности в крайность. То плюс 5, то минус 10 опять. Днем плюс, ночью минус. То снегопады, то дожди, то все тает, то подмораживает. Кошмар. Короче, что происходит. Хочется, чтобы поскорее уже все это растаяло, наконец-то, окончательно. И наступила у нас уже весна-весна. Весна же даже настроение совсем другое. В душе совсем все по-другому. И там чувствуется, что совсем не за горами лето. Правда. Как у вас, друзья, обстоят дела с погодой? С нетерпением будем ждать ваши комментарии. Все, Ярослава, заканчивается каникул. Заканчивается. Начинаются каникулы через два дня. Два дня до окончания четверти. Так что как-то так, в общем. В общем, увидимся позже. Так, ну что тут. Где мы подвезли чемоданы, да? Последний раз мы были, был один черный пластиковый. Совсем малыши по две тысячи. Есть чуть-чуть побольше. О, две тысячи. Тоже две тысячи. А, эти просто выше стоят, а эти ниже. Да, вот побольше. Ну вот этот нормальный был бы, да, размер. Не такой огромный, как у них был. И как бы у нас примерно такой же, да? Может чуть-чуть побольше. Примерно такой же. Тоже какой-то колесики. Сразу это видео скину, наверное. Они тоже хотят пластиковый чемодан. Две пятьсот уже вот как у нас примерно. Нет, у нас меньше немножко. У них вот такой примерно был. У них еще больше. Да нет. Хочешь сказать, у нас вот такой маленький чемодан. Не надо больше. Она побольше немножко, наверное. Но не такой огромный. Ну да. А такие по две тысячи. Конечно. Ну мы хотим пластиковый. Тысячу восемьсот. Хоча бы тысяча шестьсот. Ну, тысяча шестьсот. Ну это маленькие. Это чисто из нормальных. У меня даже шляпа на пустыне. Ну да. Это прикольный. Пачкаться будет. Да, но не красиво. Это красный колодок. Это красный что? Две пятьсот? Ну он огромный. Он такой не надо. С чем? Калыш-то что? А чего-то. Три варианта. Это совсем маленькие две тысячи. У нас у детей даже больше, наверное. Ну вот эти вот и для треста, наверное. Колесики одинаковые, я так понимаю. Резиновые. А здесь еще на углах видишь? Видишь, такие. Тут он нет. Тут он. Косовец. Что, как мы есть к тебе у нас? Все равно не металл. Я думаю, металл. Крашеный пластик. Это для вида больше, наверное. Так. Сумочки. Сумки. Спортивная дорожная. Шестьсот рублей. Так, кто-то предпочитает путешествовать с сумками. Нам как-то больше по душе, чем мы должны. Ну, так вон, еще шестьсот рублей здоровая сумка. Это для багажа скинул. Ну, хотя чемодан тоже было, конечно. Еще не знаю. Каждому свое. Угу. До сих пор продаются. Если что-то новое или с тех же запасов. Да уж, новое, наверное. Хотя размеры пишут, как раньше, по сантиметрам. По миллиметрам. Сейчас бы, сынка, еще посмотрим купальники. Есть, нету. И цены. Да, ну, прикольно. Да, я в моде разбираюсь. В общем, купальников нет. Ни женских, ни мужских. Сейчас Ярику посмотрим. Ботинки. Кроссовки. Ну, кроссовки, да. Все время по привычке хочется свернуть в детский отдел. Нам уже давно не в детский. Хе-хе-хе-хе-хе. Полторы. Ну, смотри, скоро в них жарко будет. Даже больше необычные, наверное, кроссовки что-то похожи. Ну, просто я надеюсь, что все скоро растает. Тоже полторы. Тут, по-моему, раньше все по 800 было. Ну, средняя цена была. Сумочки. Это Nike. И причем это этот... iJordan. iJordan. Типа это вообще топ. iJordan. iJordan. А, вот что-то купить. Твоему папе. Потому что не интересует. Ну, так и стоит до сих пор 150. Забыл, как этот бренд называется. Не Gucci, а как он. О, Prada, да? О, Prada. Если бы по ботикам тут ходим, тут Nike. Почти бутик. Вон тоже что-то модно. О, в Питер. А, Жюри, думал, мне показалось где-то, что проходила. Питерский котик и собор. Прикольно. Это сумка какая-то. Да, это сумка, портфель или что-то? Портфель. А, вот такой себе. Особо ничего не влезет. Шорты. У меня шорты, наверное, сейчас нет ничего. Да, никакого сезона нет. О, вот эти-то легкие такие. Вон, 200 рублей. Жесть такая-то, какая-то камень. Ладно, не знаю, где мы там дальше включимся. В соседнем магазине. Три-четыреста. Три-четыреста. Кожаный. Да, не, выглядит-то прикольно. Две-три-ста маленький. А вот тут какой-то большой. Две-пятьсот. Две-пятьсот. Надеюсь, колесики другие. Вот, тоже кожаный уже побольше. Вон, две тысячи большой. Вон, тканевый. Тоже две. Вообще, твой папа сказал посмотреть и купить. Не, он жёлтый прикольный. Это вообще огромный. Прикольный, но огромный, да. А так-то по цвету прикольный, конечно. Две-семьсот. Ага. Это вообще-то большое. Какие-то выглядят громоздко прям даже. Угу. Ну, они и широкие, и толстые вообще. Нитки. Папошки. Резиновые. Ну, прикольно сделаны. Резиновые. 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 Тысяча рублей. Резиновые. Шестьсот. Резиновые. Купальников, короче, вообще нигде нет. Торговых центрах. она вон да кстати дать что-то висит вроде у и бетон почти что 29 рублей нитки я точно не знаю как это называется каркас вон там что-то висит а это детка это не детка, но это видимо какой-то совсем вот такие российская федерация фаер даси цена-то какая 1200 1300 мурашка целая корзина чебурашка написать повсюду 400 рублей в общем здесь по ценам подороже маленький 2300 как он шляпка подойдет на юг на юг будет жарковато я думаю на такую бы шляпу она мне не подойдет купальник пойдем привезти в коробке купальники скоро будут вот кстати очки 300 рублей даже этих очков как собак не резали на перебрать там все сейчас я постой для рыбалки зашли посмотреть еще кран на кухню мне вот этот понравился так еще какой-то был что-то подобие как у нас здесь обычно и как душ включается тоже гнется полторы тысячи походи парковаться на парковку нашло шутка в общем сейчас что-то подумали что у нас есть полчаса до того как идти за ромашкой в общем с чемоданами решили подождать еще недельку посмотреть ну недельку-две может будет новый какой-то привоз что-то еще посмотрим потому что выбор небольшой есть конечно что взять но выбор небольшой вот немножко подождем сейчас пока думаю что время есть решили сходить до вокзала потому что по идее поезд который на котором мы поедем на юг вообще он начинает курсировать 26 мая то есть если учесть что билеты продаются за 90 суток начинается открывать до продажи то билеты по идее уже должны быть на первые поезда сейчас зашли приложение ржд и там до сих пор пока нету в том году тоже открылась билеты на первые поезда не за 90 суток а тоже как-то в апреле что-то в общем тут нам недалеко до вокзала решили сходить прогуляться узнать когда будет открываться продажа чтобы знать что там будет по стоимости расписание посмотрели вроде расписание не изменилось такое же будет единственное что неизвестна цена вот как-то так и плюс когда только уже известно становится цена на поезд я сразу же в принципе ввожу детские данные и я уже буду знать сколько детям будут стоить билеты то есть там у Ромы детский у Ярика школьный то есть уже это заранее все я сразу рассчитываю я смотрю и мы уже понимаем какая нам точно нужна сумма вот вот кстати паровоз ну он у нас уже наверно был на видео кто с нами давно кто-то наверно видел ну да а те кто не видел смотрите да и очень извиняюсь перед всеми кому не отвечал сейчас на комментарии по своему времени просто действительно давал на работе просто вообще нет ни минуты мы обязательно будем исправляться простите но еще и уведомления не приходят когда комментарии кто-то пишет иногда приходят иногда не приходят нет наверное ну допустим я там припарковался на этой парковке на новой иду сюда ну а дальше там пройдешь как-то все там пройдешь как-то все там в вокзале-то негде парковаться просто они могли бы вот так срезать нормальную дорогу сейчас еще через одну парковку идти ну что-то не делали господи а не там-то не делали вообще ну а раньше вообще как бы в свое время на площади да при вокзальной как бы было бы достаточно места для машины все спокойно приезжающие и отъезжающие могли там припарковаться не было проблем но с каждым годом машин это становится все больше и больше в городе и даже буквально вот как у нас родители в августе приехали на машине чтобы на вокзал чтобы садиться на поезд и не могли найти место потому что припарковаться потому что все битком вообще видимо поэтому решили тут неподалеку ну сколько тут идти пару минут нам нужно сделать парковку ну да наверное платная еще будет потому что там для жителей ее делать точно не для кого там абсолютно вот наш вокзал вот наш вокзал ему получается сколько 72 года ой 73 там что он тут в каста пойти тоже через рамки надо проходить да? да да так ладно мы сейчас будем вытряхивать карманы и включим все по ключу я не люблю вот это делать через рамки идти ходить в общем как обычно я заходил два раза у меня опять зазвенело все я не знаю я часто тоже с кучами и они не звенят а сейчас зазвенели подставку чуть ли мордой в пол не положили я еще при чем такая говорю они такие вы что-то забыли выложить? я говорю шерф, я портфель с лентой к нему а то у меня одесса так заживалась сумка между прочим попали лям когда она выкатилась с цепочку порвали да, поэтому пришел себе портфель уберу я сначала убрала портфель потом пошла на втором кругу сейчас разнюхаем почему билеты недоступны на май так наш корреспондент выяснил информацию ну вообще мы знали все довольно быстро там стояла девушка которая помогает с терминалом кому что надо ну просто решили к ней обратиться спросили что когда откроется продажа у нас должен какой-то поезд она сразу же села да она по-моему сказала да она говорит за 45 суток я говорю что это не за 90 как раньше она говорит нет за 45 но мы как бы предполагаем и она сказала что возможно это именно на первый поезд то есть первый поезд будет отправляться вообще на 26 мая мы должны по идее что возможно это на него открываться за 45 суток да потому что в том году тоже как-то в апреле по-моему только вообще открылась продажа там на июнь вот в общем он сказал следите за информацией пока информация такая за 45 суток непонятно на первый поезд или прям вообще так и останется так в общем это 45 как-то так не знаю короче ну да мы сейчас будем подниматься на мост и наверное уже до дома пойдем а за Ромой за Ромой точно да да за Ромой в сад да так что ромашка вашего тоже вы сейчас увидите обязательно ромашка будет отчинать потому что мама пришла мама в это время очень редко отдыхает понедельник нет как там были понедельник 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 сырые ну какой берет это в карман среда голубой филе цветовый синий четверг желто-оранжий пятница разный синий день и что это значит одевать так надо ты забыл что ли да я еле не отдаю не знаю у нас особо цветного то и ничего такого нет пока 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 синий буква ш шапка 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 да я бы так ждал когда у нас такая буква у нас опять снег пошел не знаю вида не видно и ветер Это кто Рома так делает? Это кого пародируешь? Пародируешь Ну что, друзья, мы уже дома Мы уже поужинали, дети у нас играют Мы с Иванушкой хотим посмотреть какой-нибудь фильмец И напоследок, единственное, что хотелось бы еще сказать Мы снимаем для вас видео уже год Чуть больше года Мы снимаем видео с февраля прошлого года И за этот год нас с вами стало больше 2500 человек Если быть более точным, 2550 Обалдеть! И у нас на канале более 4000 часов просмотров видео Вы только вдумайтесь в эти цифры 4000 часов Кто бы мог подумать год назад, что все так будет? Мы начинали больше это как-то так, наверное, для себя Не знаю В общем, мы всем вам очень благодарны за то, что вы у нас есть Мы всех вас вообще очень любим, очень ценим Мы будем и дальше стараться для вас Ну а пока спасибо вам, что вы с нами Всем до новых встреч! Пока-пока!